Ганс Христиан Андерсон Оли Лукои Пятница Просто не верится, какое множество пожилых людей жаждет заполучить меня к себе, сказал Оли Лукои И особенно жаждут те, которые сделали что-нибудь дурное Добренький, миленький Оли, говорят они мне Мы просто глаз не можем сомкнуть, лежим без сна всю ночь напролет И нас окружают наши дурные дела Рассядутся, словно гадкие гномы по краям кровати и брыжут на нас кипятком Хоть бы ты пришел и прогнал их, Оли, чтобы мы могли покрепче уснуть А уж мы бы тебя вознаградили, добавляют они с глубоким вздохом Ну, спокойной ночи, Оли, деньги на окне Но я никому не прихожу за деньги, заключил Оли Лукои Что будем делать сегодня ночью, спросил Ельмар Не хочешь ли ты опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком Ее зовут Герман, хочет повенчаться с куклой Бертой Кроме того, сегодня день рождения куклы И ей готовят много подарков Знаю, знаю, сказал Ельмар Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас же Знаю, знаю, сказал Ельмар Как только куклам понадобится новое платье Сестра сейчас же празднует их день рождения Или свадьбу Так она уже сто раз проделывала Да, а сегодня ночью это будет в сто первый И значит в последний раз От того и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка. Ельмар посмотрел на стол. На нем стоял картонный домик с освещенными окнами, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой в задумчивости сидели на полу, прислонившись к ножке стола. Да им было о чем задуматься. Оле Лукои, облачившись в бабушкину черную юбку, перевенчал их, и вот вся мебель в комнате запела на мотив марша забавную песенку, которую сочинил карандаш. Пускай к невесте с женихом примчится наша песня в дом, горды собой сидят вдвоем, их сделали, взяв пакликом и лайкой обтянув кругом, ура, ура, мы им поем. Затем молодые получили подарки, но от еды отказались, они были сыты своей любовью. Ну, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу, спросил молодой муж. На совет пригласили опытную путешественницу ласточку и старую курицу, которая уже пять раз высиживала цыплят. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют тяжелые виноградные гроздья, где воздух так легок, а горы отливают такими красками, о каких здесь и понятия не имеют. Но там не растет наша кудрявая капуста, сказала курица. Одно лето я со своими цыплятами жила в деревне, там была большая куча песку, и мы могли в ней рыться и копаться сколько угодно. Кроме того, нам разрешили ходить в огород, где росла капуста. Ах, какая она была зеленая, нет ничего красивее ее. Да ведь один качан капусты похож на другой, как две капли воды, сказала ласточка. К тому же здесь часто бывает ненастье. Ну, к этому можно привыкнуть, проговорила курица. Но здесь так холодно, того и гляди замерзнешь. Для капусты это как раз хорошо, сказала курица. Да, наконец, не у нас бывает тепло. Вот, например, четыре года назад лето у нас тянулось целых пять недель. А жара-то какая стояла, дышать было нечем. Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых тварей, какие водятся в теплых краях. Нет и разбойников. Только очепенец не считает нашу страну лучшей в мире. Такой недостоин жить в ней. Тут курица заплакала. Я ведь тоже путешествовала. Целых двенадцать миль проехала в бочонке и ничего приятного в путешествии не нашла. Да, курица наша умница, сказала кукла Берта. Мне тоже ничуть не нравится шляться по горам. Только и знаешь, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Нет, лучше мы переедем в деревню, где много песка, и будем гулять по огороду, где растет капуста. На том и порешили.